Это только днем. Парковочных мест в новеньком микрорайоне много. Оно и понятно. В такое время практически каждый уезжает на работу. Однако совсем иначе дело обстоит вечером. Если приезжаешь после шести вечера, конечно, нужно поездить, попетлять. Но мы живем там, в конце района. Там немножко меньше домов. У нас немножко проще. Но после девяти вечера я ставлю только возле леса. Уже в районе нет места. Вечером, когда приезжает мой супруг с детьми, представляете, мы минут 40 ищем только место. И вот посмотрите, вот здесь, вроде бы, тротуар. И мы с детками. А машины стоят прямо на тротуаре. Такие парковочные казусы здесь в микрорайоне Дрожино можно наблюдать регулярно. Нехватка водительского этикета и парковочных мест делают ситуацию еще более напряженной. Однако компания застройщика уже знает, как решить эту проблему. Планируем строительство дополнительно 1200 машин и мест на парковках с последующим расстоянием до 1900. Сроки реализации данных парковочных мест рассчитаны, планируем, с конца 2019 года. В микрорайоне введены в эксплуатацию около 13 тысяч квартир. До 2023 года их станет еще на 8 тысяч больше. Вместе с этим застройщикам планируется строительство двух многоуровневых парковок, в которых суммарно смогут разместиться 10,5 тысяч автомобилей. Но, по словам первого заместителя главы администрации Ленинского района Дмитрия Волгова, дополнительные места на проблемном участке появятся еще раньше. В 2020 году будем смотреть где-то, может, и по новому шоссе, будем создавать истории заездных карманов, как в Москве. Все-таки эта дорога сейчас передана и нам муниципалитетом, и здесь со своей стороны служба дорсервиса постарается. Ну и в дальнейшем будем, конечно же, придавать этому приоритет, потому что то, что к нам приходит СУР и на топовых местах, верхним, это в первую очередь волнует наших жителей. Мест для автомобилей в микрорайоне станет больше, но и автовладельцам важно помнить, парковаться необходимо грамотно и не затрудняя проезд для других машин.